Что, где и когда ездит? После глобальной реконструкции вокзальной площади ответить на эти вопросы было бы не под силу даже знатокам. Год назад анализ пассажиропотока в Иванове проводили специалисты Московского института автомобильного транспорта. По их рекомендации, площадь превратили в крупный пересадочный узел. Для этого территорию разделили на зоны для парковки автобусов, личных авто и такси. Развели автомобильные потоки и общественный транспорт. Добавили разворотное кольцо для троллейбусов и новые остановки. Вот только без подсказок новый порядок был больше похож на хаос, пока не вмешались специалисты администрации города. Провели определенные обследования, установили, что необходимо еще сделать для удобства жителей города, для транспортного обеспечения, а также непосредственно для понимания, где водителю нужно и осуществлять высадку и посадку пассажиров. Мы для этого в настоящее время проведены следующие мероприятия размещены на остановочных павильонах, расписание движения транспорта. Соответственно, каждый павильон является зоной, где осуществляется посадка как на муниципальный транспорт, другая зона для межмуниципального транспорта. Вышли на расписание и размещена схема организации именно непосредственно дорожного движения и посадки и высадки пассажиров. Владимир, что называется в теме, общественным транспортом в Иванове интересуется уже не первый год. Даже сам на общественных началах устанавливал такие схемы по всему городу. Потому даже не особо вчитываясь, нашел несколько ляпов и недочетов в новых указателях. Обратите внимание на цветовую гамму. У меня со зрением все в порядке. А понять, что здесь написано, с трудом можно. Читабельность данного блока. А далее... Да, и кстати, если мы все-таки вчитаемся вот в этом. Четвертый маршрут. Местечко отрадное. Автовокзал. Местечко отрадное. Какое это имеет отношение к железнодорожному вокзалу? Вот это возникает у меня вопрос. Жители приходят к данным остановкам. И, на мой взгляд, это лишние путаницы для них. Потому что они здесь увидят те маршруты, которых здесь просто нет. Не вызывает доверия не только содержание табличек, но и форма. Уж очень хлипкий материал. Даже при монтаже пошли трещины. Чего уж говорить о целенаправленной порче, которая в Иванове не редкость. В городском комитете поясняют, таблички – временная мера. Рано или поздно их заменят на новые, более информативные и удобные. А успеют ли прослужить до этого момента нынешние схемы или падут в неравном бою с вандалами – покажет премия. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.